Дорогие друзья, сейчас мы находимся в Рейнбауме, рядом с китайским дворцом Екатерины Великой. И, пользуясь случаем, продолжим наш дискурс об ее любимом внучке и преемнике Александре Первом. Александр Первый и его называли Северный Сфинкс, потому что люди не могли его понять. Не могли понять его действия, его мотивов. И вот, например, автор книги Александра Первый, Николай Михайлович, веки князь, он писал много таких рассуждений об Александре, которые, наверное, не стоило ему делать. В частности, о том, что Александр впал в поздние годы в маразм. Напомню, что ему было уже 40 с небольшим, и это явно не маразм физиологический какой-то еще. Но ему непонятны были действия Александра, как и многим другим. Я уже говорил, что для того, чтобы понять, кто такой был Александр Первый, нам надо обратиться к его бабушке, которая его выбрала, себе, в общем, наследники, хотя он не успел ей наследовать, минуя отца, и как бы занималась его воспитанием. Кстати, что характерно, она пригласила к нему воспитателем швейцарского республиканца Лагарпа, который, так сказать, внушал ему модные идеи века, либерального уклона. Ну, я думаю, что к этому времени он был уже сформировавшись в личности во многом, и она понимала, что Лагарп ему голову не заморочит, как некоторым русским недорослям заморачивали голову заграничные гувернеры, и что зато от Лагарпа Александр научится болтать на модной либеральной фене тогдашней. А царь должен быть моден, и он должен быть в тренде. И вот я должен сказать, что Александр I – это был, по сути, последний успешный русский царь, и действительно очень успешный. Но мы знаем, что он выиграл войну с Наполеоном. В общем, это, конечно, может быть, за то, что он скажет, было и легко сделать, но на самом деле это было далеко не так легко. Мы можем сравнить результаты деятельности Александра I и Николая II. Мы знаем, что Николай II, несмотря на все свои усилия, закончил очень печально, и Россия тоже вместе с ним. А Александр стал, грубо говоря, его естественно называли царем царей, сильнейший государь на континентальной Европе. По сути, сходство во многом, мы видим, вместо Германии Первой мировой была Франция Наполеона, которая даже еще была относительно более мощным государством. И внутри страны, хотя, конечно, вроде бы Александр не имел такой оппозиции думской, как, например, Николай II, но, тем не менее, английское лобби было очень сильное. И когда, например, Оксана подписала договор с Наполеоном в Тильзите, то, в общем, его очень осуждали, мы знаем, что его отца убили, по сути, в том числе по проискам английского лобби. И сам он рисковал. И неизвестно причины его смерти. Но, тем не менее, он, в общем, вышел из этих сложных испытаний более окрепшим, и страна вышла тоже победительницей, по сути. Конечно, многие осуждают его за, вот, в частности, то, что он, вот, Кутузов, например, осуждал за то, что Александр не остановился на изгнании Наполеона из России, а начал готовить заграничный поход русской армии, изложение Бонапарта. И я, в общем, тоже считаю, что России это было не особенно нужно. Но Александр-то мыслил иначе, он видел немножко, сколько бы в другой парадигме, реальность. И, вот, в частности, он понимал, что если он не победит Наполеона в Европе, то он не станет царем царя, и все равно Наполеон будет первым в Европе. А в мире, может быть, первым будет Англия, Александр будет только вторым-третьим. А так он стал, ну, по крайней мере, первым в Европе. И, возможно, в этом его цель и была. Вот тут много говорится о том, что Александр в последние годы передоверил все Аракчееву. И, как бы, бросил экзастную политику, значит, и занимался, чем он занимался, скажу позже. Но, на самом деле, это преувеличение Аракчеев демонизирован с легкой руки, как бы, критиков, так сказать, вообще России, ангажированных, в частности, Герцена. А, в общем, если мы смотрим на портрет Алексея Андреевича Аракчеева, то мы видим такого человека, ну, да, любит выпить, закусить, ну, в общем, он такой человек относительно добродушный, работоспособный, трудолюбивый, не злой и, ну, в общем, как бы, скажем, душевный старик. И многие, как бы, приписывали ему всякие, ну, жестокие деяния, они исходили не от него, как ни странно, а от Александра Первого. Но Александр Первый был известен как ангел и добрейшей души человек, практически Банилов. И поэтому он не мог сам, ему уже было прикрываться Аракчеевым. Вот, например, военные поселения, за них часто критикуют Аракчеева, но это была идея, собственно, Александра Аракчеева, как военный человек, их критиковал. Или, например, вот, например... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...